Любой успех начинается с дождя. В Красной Поляне как раз во время открытия Конгресса он лил как из ведра. Такое начало взбодрило его участников, а в этом году их собралось около 200. Конгресс ежегодно проходит в разных городах России. Сочи – единственное место, где его проводят во второй раз. Свой выбор организаторы объясняют просто. Во-первых, здесь лучшие спортивные объекты. Во-вторых, только за последний год в Сочи прошло более тысячи крупных спортивных мероприятий, в том числе и мирового уровня. А таким опытом похвастаться может далеко не каждый регион. Конгресс – это площадка для общения и дискуссий, обмена опытом и полезных знакомств. В этот раз большое внимание решено уделить развитию массового спорта в России. В этом смысле тенденция положительная. Сейчас в России 280 тысяч спортивных объектов. Количество людей, которые занимаются спортом, увеличилось за 10 лет в два раза. Кстати, Краснодарский регион по этим показателям лучше в России. Только в Сочи 44% детей занимаются в секциях по 70 видам спорта. Конгресс нам дает возможность обменяться опытом со всеми регионами нашей страны и понять, как развивать детский и массовый спорт. Мы в том числе подсказываем, как проводим мероприятия в городе Сочи, как мы продвигаем спорт, массовый спорт в городе Сочи. Ну и также слушаем наших коллег из других регионов. То, что съезд по зимним видам спорта проходит в мае, с тем, что сани нужно готовить летом, совсем не связано. А сейчас, после закрытия сезона, самое время провести работу над ошибками и определить задачи на следующий сезон. Кроме этого, Конгресс – еще и отличная возможность новичкам спросить совет у мэтров бизнеса. В Сочи, безусловно, во всех отношениях интересное место. Предыдущий Конгресс проходил до Олимпийских игр. Мы смотрели, как это все в процессе строительства, в процессе подготовки. А сейчас мы смотрим, как это все реализовалось. Мы смотрим на тот опыт, который был, безусловно, уникальный опыт, который мы обрели благодаря Олимпийским играм. И я думаю, что наше общение даст определенный импульс для развития в регионах горных лыж и ледового направления, ледовых дворцов. Конгресс продлится до воскресенья. В первые два дня деловая программа – заседание, дискуссии, круглые столы, посвященные развитию горнолыжных курортов, ледовых арен, а также вопросам подготовки спортивного резерва. По традиции, накануне вручили премии лидеры спортивной индустрии. А 31 мая, в заключительный день, участники Конгресса отправятся на экскурсии по Олимпийским объектам.